Стремительное развитие технического прогресса, появление разнообразной бытовой техники, гаджетов, всеобщая компьютеризация подняли уровень потребления энергии населением. Такой процесс не может не оказывать влияние на природные ресурсы. Чтобы привлечь внимание к злободневной теме, в ноябре 2008 года участниками международного проекта «Спейр» «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» учрежден Международный день энергосбережения. Инициативу поддержали около 20 стран, в том числе и наша республика. А это тысячи школьников и учителей, да и просто неравнодушных людей. Наша страна небольшая и небогата полезными ископаемыми. И нам как никогда, у нас такой вопрос стоит злободневный, экономия энергоресурсов. А я как учитель биологии не могу не вспомнить о природных ресурсах. В Беларуси на протяжении многих лет последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. В действии директива номер 3 президента об экономии и бережливости. Закон об энергосбережении. За последние годы республика Беларусь достигла энергоемкости волового внутреннего продукта развитых стран со сходными климатическими условиями, таких как Канада и Финляндия. Все полезные ископаемые являются исчерпаемыми, а топливные ресурсы исчезнут в первую очередь. Поэтому нам нужно искать новый источник энергии. А самый лучший источник энергии – это экономия. Главная идея Международного дня энергосбережения – напомнить населению о важности рационального использования энергоресурсов. Поэтому ежегодно 11 ноября ученики самой экономной школы номер 40 города Гомеля принимают участие в акции «Цепная реакция». 11 ноября – Всемирный день энергосбережения. И поэтому мы хотим вам дать пару советов по энергосбережению. Включайте компьютер, когда садитесь работать, а не только тогда, когда вы в комнате. Экономьте электроэнергию, выключайте ненужный свет. Сидите за тем, чтобы все входные двери в холодное время были закрыты. Сбережем энергию, сохраняем жизнь человечеству. Лучший способ сохранить природу – это выполнять элементарные меры экономии, которые доступны каждому, особенно в быту. Так считают в школе номер 40 города Гомеля, которая с 2008 года ежегодно является участником и призером республиканского конкурса «Энергомарафон». А по итогам 2016 года стала его лидером. Если люди будут экономить, то они смогут сберечь жизнь человечеству, также накопить деньги и сделать много-много других хороших, полезных дел. Существуют простейшие правила, которые можно и нужно применять в жизни, и мы советуем людям так делать и обучаться энергосбережению. Мы рисуем плакаты, разрабатываем игры для малышей. При этом мы приглашаем участие других школ, дабы учить их, учиться вместе и учить всех остальных жителей города Гомеля. Принимаем участие в таких акциях, которые не оставляют равнодушных ни одного жителя города Гомеля. И надеемся, что они нас услышат, будут экономить. И самое главное, не проводить обычные акции по энергосбережению, а довести до населения нашего города, что надо сберегать энергоресурсы разумно. Это, по-моему, самая значительная часть в энергосбережении. Домашний практикум ребята постигают не только на уроках и факультативах, но и сами участвуют в создании учебных стен газет, познавательных видеороликов. Сегодня каждый школьник знает, что стоимость электроэнергии для населения ниже ее себестоимости. И это в то время, как импорт газа, нефти и электроэнергии обходится стране, прямо скажем, недешево. Научить одну, но самая эффективная работа будет тогда, когда дети сами захотят, сами заинтересуются, им будет интересно, они сами придумывают тогда формы, как работать и выходить. Но это как и на уроке. Если ребенка не заинтересовать какой-то темой, каким-то предметом, а если заинтересуешь, он тогда уже сам с удовольствием этим занимается. Особенно популярна у детей такая форма работы, как летний межрайонный лагерь по энергосбережению, который создан на базе школы номер 40. Он работает по принципу «равный обучает равного». Дети обучают гостей из других школ разным методом энергосбережения. В игровой форме. Интерактивные игры очень популярны. Готовят буклеты, листовки. Выходим мы с этими листовками на улице, вот как акция «Цепная реакция». Выходим в другие школы, обучаем младших школьников, лагеря начальной школы. Квесты проводим, очень интересная форма квестов. Они говорят с родителями о том, как нужно экономить. И у нас есть даже в школе свой герой, Самосев Алексей, который на сэкономленные деньги, когда он вместе с родителями проводил энергоучет в доме, того, что можно сэкономить, он заработал на телефон. Любая хозяйка знает, что лишних денег не бывает. Даже в случае, если семейный бюджет не трещит по швам, на свободные средства, например, можно путешествовать. Как это делают в многодетной семье Копылович? Многочисленные сувениры из других стран – лишнее тому подтверждение. Попробуем узнать, какая именно экономия семейного бюджета позволит высвободить средства, не снижая качество жизни. Мы живем в частном доме, как вы уже видели. В Гомеле. Да, в Гомеле. Совершенно правильно. И дом не маленький. Поэтому мы экономим. Мы очень экономная семья, потому что коммунальные платежи приходят каждый месяц. Затраты растут, потому что зима, потому что холодное время года. И многое. Да. Поэтому мы вынуждены экономить. И это правильно. И я очень рада, что школа сороковая, в которой учились мои дети и учатся, занимает такую активную позицию в этом вопросе. Из всех статей расхода самая весомая – электроэнергия. И больше всего киловатт накручивает кухня – любимое место любой хозяйки. Когда готовлю, то пользуюсь только светом над плитой. Мне этого достаточно. Когда приходит семья, конечно, в солнечную погоду здесь тоже комната залита вся светом. Но когда нет, то у нас везде стоят энергосберегающие лампочки. Плюс ко всему вся наша техника, которая используется на кухне, она вся класса А. Все вот эти шнуры вытаскиваем из розеток, потому что это тоже идет какое-то минимальное потребление. Зачем это нужно? Наш аквариум. Здесь у нас только один Сом живет, он спрятался. Ну, то есть здесь тоже такая программка. Автоматически ставишь время, и здесь он включается автоматически в определенные часы, не работает постоянно. Простых и необременительных секретов у рачительных хозяев много. Даже толковый ремонт, перестановка мебели или просторные окна могут дать существенную экономию на счетах за коммуналку. Например, глава семьи, строитель-бизнесмен, бывший гараж переоборудовал под тренажерный зал с огромным витражом. Это позволяет очень сэкономить электроэнергию, если заниматься днем. Особенно летом, когда темнеет очень поздно. Казалось бы, мелочи, но важное правило – набирать в чайник столько воды, сколько необходимо для приготовления вкусного напитка. А стирка при низкой температуре позволяет сэкономить до 40% энергии. При этом качество стирки при современных порошках обычно не страдает. Здесь немного, там, казалось бы, пустяк. И все это в совокупности дает ощутимый результат. Это у нас котельная. Здесь стоит все оборудование, включая стиральную машину. Стиральная машина по энергетической эффективности класса А. Там она потребляет очень мало электроэнергии. А также вот газовый и электрокотел – это тоже уже нового поколения оборудование, которое позволяет тоже экономить электроэнергию, регулировать температуру, ну, выключать там понадобности, когда мы куда-то уезжаем. То есть это можно отключить и спокойненько уехать. В доме, несмотря на позднюю осень, тепло и уютно не только его жильцам, но и четвероногим питомцам и зеленым растениям, которые радуют глаз. В такую домашнюю экономию вовлечены все члены семьи. Даже маленькая Стефания старается не отставать от старших. Вот хочу показать батареи, как у нас регулируется температура. То есть тоже позволяет экономить электроэнергию. Стоят такие вот датчики от единицы до пятерки. Пятерка – это максимальный подогрев батареи. Ну и, соответственно, четверка, тройка, двойка, единицы – это уменьшение. Вот у нас сейчас стоит на единичке, потому что на улице не очень холодно, и зачем переплачивать. Душевая кабина. Здесь тоже есть функции в самом вот этом вот дождике регулирования подачи воды. Так как нас много, мы экономим все – и воду, и электричество. Тем более у нас котел газовый. На экономном режиме пользуемся дождиком. Здесь предпочитают пастельные тона в интерьере. Они отражают больше света. Рабочее место каждого члена семьи расположено у окна. Стараются обойтись без массивных шторм. Минимум легкие занавески, которые пропускают максимум дневного света. Во всех помещениях энергосберегающие лампочки, в зависимости от потребностей и назначения. Ведь когда светло дома, светло в душе. Задумываться о сбережении электроэнергии начало еще в 40-й школе, потому что я заканчивала последний год именно там. И все педагоги нам внедряли, рассказывали активно, что это необходимо на сегодняшний день. Возможно, мы как-то помогаем нашей планете. Если все люди начнут экономить электроэнергию, это позволит в первую очередь снизить цену за коммунальные услуги и, самое главное, сохранить нашу планету. И у детей уже формируется такая некая жизненная аксиома. Они понимают, что это нужно делать. Это неоспоримо. Это обязательно для всех. И для детей, и для взрослых. Говорят, все большое начинается с малого, а копейка рубль бережет. Задумайтесь только. Мероприятие по экономии энергоресурсов в три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Тем более, самые простые способы энергосбережения доступны буквально каждому. Однако, что из этого мы выполняем? Поинтересуемся у гамильчан. У меня дома все энергосберегающие лампочки, потому что, когда я их всех поставил, у меня гораздо уменьшилось электричество. Так было уже свыше ста, а так уже нормально у меня стало. Поэтому я всем рекомендую поставить энергосберегающие лампочки. Хоть они немножко дороговатые, но они того стоят, окупаются. Если не находимся в комнате, где выключать свет, стараемся. Учу своих внуков, чтобы они тоже экономили. Ну, собираем акулатуру в школу детям. Надо задумываться, чтобы все использовали рентабельно. Окна утепляем, двери тоже. Поставили энергосберегающие лампочки, даже лапочки на движение, чтобы лишний раз. Ну и когда уходишь на работу или куда-нибудь в город уходишь, выключаешь все. А зачем тогда это скажете? Ну, во-первых, это наш кошелек экономит. И для государства тоже зачем лишнее тратить. У меня лампочки все светодиодные, абсолютно все, во всех комнатах. Ну и без надобности свет не горит. Надо из сети выключать, чтобы не были включены розетки, даже если выключен прибор. Светодиодные лампочки. Хотя бы потому, что они при уничтожении гораздо меньше загрязняют окружающую среду, чем вот эти вот люминесцентные лампы. Ну а с водой, что прежде всего экономия у нас в деньгах. Тепловая энергия, это тоже позволяет нам экономить деньги прежде всего. Но нужно не только экономить в плане того, что закрутить винтик, но и, в общем, утепление домов, труб. У меня двое детей маленьких, и мир должен быть для них сохранен в его желательно первозданном виде. А энергия – это двигатель всего. Потому что если мы не будем ее экономить сейчас, то нашим детям ее не останется. Каких-то ресурсов жизненных. Пришло время менять привычки. Энергосбережение экономически выгодно отдельно каждому гражданину и государству в целом. Ведь если электричество, тепло и воду экономят повсюду, в доме, в районе, в городе, в выигрыше окажется каждый. Вот такая она цепная реакция. Экономная школа, экономная семья, экономная страна.